Добрый день, в эфире «Спецправик. Пограничная зона». Мы продолжаем освещать события на границе между Арменией и Азербайджаном, где с воскресенья идет вооруженное столкновение, конфликт. Сейчас у меня на прямой связи из Армении господин Арсен Иванисян. Добрый день. Добрый день. Первый вопрос, просто если могли бы зафиксировать позицию по состоянию на сейчас, что происходит на границе? На данный момент на границе спокойно. В последний раз стреляли большим калибром беспилотниками и так далее вчера вечером. Ночью прошла более или менее спокойно. Стрельба была только из огнестрельных оружий разного калибра. Я понял. Скажите, пожалуйста, на данный момент спокойно. Вы ожидаете, что будет продолжение или можно считать, что уже все закончилось? В воскресенье все надеялись, что кончится воскресенье. Надеемся, надеемся, что больше не будет стрельбы. Но реально трудно сказать, поскольку азербайджанцы там подтянули несколько разного рода орудий, вооружения. И очень сложно как-то конкретно прогнозировать, поскольку 24 часа было перемирие, потом опять началось. Понятно. Самый главный распространенный вопрос, который сейчас задают все, я понимаю, что он вам, наверное, очень надоел. Кто первый применял большое вооружение, артиллерию и так далее? Смотрите, это даже без проблем можно доказать, что калибр больше огнестрельных, как бы на позицию, что стоит у солдат, автоматы, пулеметы и так далее. Большего калибра стали применять азербайджанцы. Почему? Поскольку они же оставили уазик, отошли, потом хотели атакой взять пост и взять уазик. Хотя никто их не говорил, что... Наши постовые сказали, что вы своим уазиком уезжайте отсюда. А они просто оставили, побежали, а потом вернулись опять. И после этого, как бы вы говорите, что началась уже артиллерийская атака. Да, поскольку на границе у обеих сторон достаточно много сейчас и минометов разного калибра, переход от простого огнестрельного уже к артиллерии сейчас очень быстро происходит. Понятно. Сейчас распространили, вчера распространили много разных, скажем так, сравнений, фотографий по поводу вот этих сбитых беспилотников, сбитых дронов, какие-то фотографии, которые распространялись в Минобороны Армении, там сравнивают с одинаковыми фотографиями 2014 года и так далее. Ну, вы знаете это все, я думаю. Что это? Да. Ну, соцсети, это есть соцсети. Там очень много и фейков, и настоящего, и многого. Но официально от Министерства обороны Республики Армения было объявлено как бы один видео, я если не ошибаюсь, сбитие Гермес-900-й и больше ничего. А вот журналист, вы видели, наверное, журналист военный одного из изданий европейских выложил, что это значит страница Минобороны и там какой-то гражданский самолет, а не беспилотник. Да, я материал смотрел, но у нас одно издание, которое на английском тоже печатается, разоблачил все это, что кадр не так уж и обманчив, потому что гражданский самолет, у которого есть нижняя гондола и у которого верхняя часть, носовая часть как бы больше фюзеляжа, это только Boeing 744, 747, извиняюсь, а у того четыре движка, а тут показано как бы ближе, поэтому два движка немецкий журналист показывал. А вместо движков реально это нижняя гондола, которая на Гермес-900-й и есть, это разведывательное оборудование, которое можно спокойно перепутать с движком. Я понял, но вот эти фотографии, то, что было сравнение, это не выкладывалось Минобороны? Вы видели фотографии, вы знаете, я думаю, о чем речь. Не-не-не, фотографии, сегодня только появилась одна фотография, сегодня, почти целиковая, значит, неразбитая, там этот дрон есть, азербайджанский Sky Striker, на котором сидят или там рядом сидят армянские солдаты. Сегодня также распространили материаль о вот этой высоте, которая вроде стратегически важная для всех, потому что с нее просматривается хорошо обе стороны, и телеканал ITV азербайджанский, значит, поднялся туда, и около нее журналист записал ролик, говоря о том, что вот она наша, ее никто не забирал, а как мы поняли, армянская сторона со вторника распространяла заявление, что ее захватили. Вы не могли бы это прокомментировать? Так, вы меня сейчас слушаете? Сейчас слышу, да. Смотрите, официально Ереван, Министерство обороны, никогда не говорил, что наши войска взяли какую-либо высоту. Такого нету. Бывшие военные, военные эксперты, может, об этом говорили. Какие-то политики бывшие, может, говорили. Но официально Министерство обороны такого не говорил никогда. И вообще, очень странно, что со стороны Баку очень часто неофициальные заявления Еревана, из Еревана, из Армении, может быть, из диаспоры тоже, комментируются официальным уровнем Баку. И очень часто совсем непонятные вещи. Например, вчера Министерство обороны Азербайджана официально говорит о том, что они могут как бы уничтожить наш АЭС, Мецоморский, атомную станцию. А это совсем непонятно. Это же преступление перед человечеством не говорило о том, что это региональная, большая, региональная катастрофа будет. Да, ну, понятно. Это заявление я, безусловно, видел. Правильно я понимаю, чтобы зафиксировать? Значит, никакие позиции не менялись в рамках этого конфликта. Все высоты и позиции остались прежними у Азербайджана и Армении. Если какие-то передвижения были у войск с обеих сторон, то уж точно никакие там высоты целиком и так далее, такие передвижения не было, никто ничего не взял. Я понял. Заключительный вопрос, чтобы вас не отвлекать. Значит, скажите, пожалуйста, вот этот конфликт начался. Как я понимаю, позиция Армении, что начал у Азербайджана именно артиллерийский огонь. Почему в этом районе, на ваш взгляд, это происходит? Ведь это не Карабах, это не какие-то, к сожалению, привычные места. Последние годы вообще, наряду с Карабахом, во многих регионах и того же, и с Нахичаманского направления, азербайджанцы очень часто идут на провокацию. Да, если до 2013-2014 год в основном все было только в Карабахе, то после вот 2013-2014 год уже в разных местах были перестрелки и огнеметные, и минометные, и артиллерии. К сожалению, это не впервые, что в Тавуши. Может быть, не так большой, но Тавуши достаточно уже как бы вторая точка, горячая точка получается. Вы не могли бы коротко сказать, там, жертвы, потери у азербайджанцев, я спрашивал, с армянской стороны, какие сейчас на данный момент? У нас 4 потери, 4 погибшие, 2 офицера, 2 сверхсрочника, и порядка 10 раненых, которые, ну, порядка 20 и больше общие раненые, но 10 человек надо как бы, они сейчас в больнице лежат, и будет долгое выздоровление. Понятно. Ну, спасибо большое. Могу только пожелать удачи и поскорейшего мира, чтобы не было, не гибли люди. Спасибо. И реванцы хотят, что хотят мира. Я надеюсь, что это не будет продолжаться. Если будет, я буду вас еще мучить, если вы не против. Бесправленно. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин